Система непересекающихся множеств Так, с N вызовов Make Set Ну, другими словами, храним мы в наших непересекающихся множествах N элементов И через M мы обозначим количество вызовов всех операций Make Set, Find, Union Таким образом, M у нас точно хотя бы N Мы тогда хотим доказать, что суммарное время работы Есть у от N на лок со звездочкой от N Лок со звездочкой — это итерированный логарифм Давайте я в двух словах напомню, что непересекающиеся множества у нас сохранятся в виде леса Который выглядит... Ну, каждое дерево в этом лесу выглядит вот там как-то так То есть в каждой вершинке есть указатель на ее родителя Корень дерева характеризуется тем, что этот указатель указывает на сам корень В каждой вершине также написано какое-то число, которое является рангом этой вершины Что-нибудь такое там... Ну, я не знаю, там такая ситуация могла произойти, не могла Но примерно так это как-нибудь может выглядеть То есть, как вы помните, после того... Да, когда мы ищем какую-нибудь вершину Когда мы находим представителя множества какой-нибудь вершины Мы идем от вершины вверх по корню И переподвешиваем все вершины этого пути к корню Я там сформулировал еще несколько полезных свойств в прошлый раз Которые сейчас нам для доказательства понадобятся Но, наверное, я их сейчас формулировать не буду заново Я лучше буду их напоминать в те моменты, когда они будут использоваться Итак, доказательства Замечание первое Нам особо не стоит учитывать, сколько там отработали мейксеты суммарно и юнионы Потому что, ну, мейксет делается за константное время Юнион тоже делается за константное время Таким образом, они, каждый из них занимает N и M Но это в нашу оценку вполне укладывается То есть, главный вклад в суммарное время работы дают операции find А find занимается вот чем Find просто переходит по ссылкам, да? Вот по этим указателям Соответственно, давайте вот это вот и оценивать Мы будем оценивать суммарное количество переходов по указателям Количество переходов по указателям Сейчас мне тоже из этой суммы будет удобно выделить ту часть Которая не очень тривиальная Поэтому давайте я ее вот как распишу Когда мы Понятно, что я имею в виду, да? Под этими переходами по указателям Вот мы идем по пути наверх Вот раз мы перешли, два Вот три перешли и поняли Что дальше ходить не надо Давайте я эту сумму, вот это вот, это число представлю в виде суммы следующих трех компонент Первое компонент это будет число переходов к корню Второе число Это переходов к корню, ну понятно Вот это, ну и на самом деле вот это вот тоже как переход к корню, да? То есть вот этот вот, когда мы в процессе какого-то файнда перешли вот по этому указателю Ну или поэтому это мы называем переходом к корню Второе слагаемое Количество переходов к Не к вершине, давайте я напишу К родителю С рангом Количество переходов к родителю с рангом из другого интервала Кто такие эти интервалы? Помните, в прошлый раз мы разбили наш отрезок от 1 до n На логарифм со звездочкой отрезков Каждый из которых был вида Там, от t плюс 1 до 2 в тетой Характеризовались эти отрезки тем, что если мы берем логарифм от любого числа Из этого отрезка, то мы попадаем в предыдущий отрезок И, ну как вы думаете, что будет в следующем? Ну чего тут явно не хватает? Что? Ну, да Сейчас, а закройте, пожалуйста, кто-нибудь дверь Мне более слышно, что оттуда говорят Количество переходов к родителю С рангом Из того же интервала Вот, расписали всю сумму Теперь что-то из этого нам надо будет пооценивать Но давайте поймем, что из этого оценивается просто Значит, количество переходов к корню Но это уж явно там не больше, чем удвоенное количество вообще всех операций find Да? Потому что за каждый find мы к корню переходим Ну вот здесь и вот здесь Поэтому это явно О-от-эм какой-то Тише не стало, да, почему-то? Да, оттуда похоже на то, да Ну ладно Значит, что у нас теперь с другим интервалом? Давайте подумаем Ну, то есть давайте я напишу А вы мне скажете, почему так можно написать Что? Ну да Просто потому, что интервалов у нас вот такое вот количество Всего вызова find уж никак не больше, чем m За каждый find прыжков из одного интервала в другой Может быть не больше, чем столько Просто потому, что Просто потому, что самих интервалов не больше, чем столько Итого у нас осталось последнее слагаемое И про него я покажу Что оно ограничено вот таким вот n на логарифм итерированное от n Ну, таким образом, после всего этого Когда мы все докажем Это все просуммируется в m Локуса звездочкой от n То есть в то, что мы и хотим Ну, после того, как мы это получим Мы сможем сказать, да, что Среднее время работы операции find Оно от итерированного логарифма n Ну, давайте Давайте оценивать вот эту штуку Давайте рассмотрим какую-нибудь Конкретную вершину Там v В нашем дереве И давайте Считать, что Ее ранг Он принадлежит отрезку Вот там от p плюс 1 Вот так вот, да, мы писали До 2 в p То есть вот отрезок В котором лежит ее ранг Он вот такой вот Другими словами Ее ранг Больше либо равен, чем p плюс 1 Меньше либо равен, чем 2 в p То есть это Это конкретный отрезок, да Не какой-то там pf, который Такое, что вот Ранг попадает в этот интервал А вот это конкретный тот интервал Давайте Давайте посмотрим, какой вклад Это конкретная вершина Может внести вот в эту вот сумму Ну скажите, может быть Кто-нибудь Вроде бы это вполне такой вопрос На который вы сейчас можете ответить Правда, если вы помните все-таки Что происходило на прошлой лекции Какую-нибудь оценку сверху на то Какое количество раз Мы могли вот учесть переход к этой вершине В третьей сумме Что? Максимум p? Нет, не совсем Да, во-первых, давайте я вот что скажу Я сейчас рассматриваю То есть здесь Вы можете заметить Некоторую неформальность Связанную с тем, что Вообще-то в процессе работы Вот всех этих операций Там Find и Union Ранги вершин меняются А я тут говорю Что вот вершина Какого-то конкретного ранга То есть в какой момент Ранг этой вершины Я имею ввиду, да? То есть он изначально был нулем Потом постепенно менялся Здесь нам поможет вот это вот свойство Помните, что после того Как вершина перестала быть корнем Ее ранг никогда не поменяется Помните, это связано просто с тем Как ведет себя операция Union Она Union Она смотрит на корни там двух Двух деревьев Сравнивает ранги и объединяет Одна из вершин корнем перестает быть И корнем она после этого никогда уже не станет И значит ранг ее никогда не изменится уже Так вот, поэтому Говоря ранг вершины Вот здесь вот Я имею ввиду ее ранг в самом-самом конце То есть тот ранг, который у нее стал Вот, с другой стороны Все вершины Все переходы к корню Они посчитаны у меня вот здесь вот Поэтому меня Давайте будет интересовать Вот только вот переход к этой вершине Ну вот такого вот ранга Давайте вспомним вот какое свойство Еще что каждый раз, когда мы Переходим от вершины Вот от этой вот Не к корню То мы ее переподвешиваем После этого Ранг ее родителя Он увеличивается Как вы помните, да Связано это тоже вот с чем Вот была где-то наша вершина В Раз уж мы переходим не к корню То она где-то, ну, вот здесь вот Болталась И свойство у нас было вот такое вот Что ранги вдоль вот этого пути Они обязательно строго возрастают Соответственно, когда Вот случился переход от этой вершины К ее родителю То мы ее после этого Обязательно переподвесим к корню А у корня ранг будет строго больше Уже, чем вот у этой был Соответственно Вот от этой вершины Переходить куда-то К вершине с рангом Того же интервала Мы можем Уж там никак не больше Чем 2 в пэтой Ну, минус п, минус 1 Ну, это такая Грубая оценка Нам достаточно даже будет оценки 2 в пэтой Понятно то, что я сказал? Давайте еще раз повторю Вот есть у нас вершина Вот с рангом из этого интервала Каждый раз, когда Find через нее проходит Он ее переподвешивает к вершине У которой ранг стал больше То есть каждый раз, когда Find прошел через вершину В Ранг родителя В стал больше Произойти это может, ну, никак не больше, чем длина этого отрезка Количество раз Да? Так, соответственно После То есть после вот такого вот количества раз Когда вот такое количество раз будет вызван Find Гарантированно ранг вершины В Ранг родителя вершины В Будет лежать в интервале, который Который дальше уже лежит И тогда А эти переходы, которые Вот здесь случились, да? К таким вершинам Они учтены уже во втором слагаемом Теперь давайте вспомним Сколько у нас Итак, для вот этой вот конкретной вершины Из вот такого вот интервала Количество раз, которое мог случиться Переход от нее Не больше, чем 2 в пэтой С другой стороны Помните, у нас было такое свойство Что вершин Корневых вершин ранга П Их не может быть больше, чем n поделить на 2 в пэтой Это свойство у нас было, на самом деле, еще до сжатия путей И в действительности несложно увидеть, что сжатие путей на это не повлияет То есть их как не могло быть больше, чем n поделить на 2 в пэтой Так и не может быть Соответственно, вот для этого конкретного интервала Количество переходов, которые у нас вносятся в третью сумму Не может быть больше, чем n поделить на 2 в пэтой Это количество таких вершин Ну и умножить на 2 в пэтой Это количество переходов для каждой отдельной вершины То есть не совсем Пропустил я один шаг Здесь сейчас скажу Не заметили, что именно я пропустил? Ну, у нас, значит, утверждение было такое Вершин ранга П их не больше, чем n в степени n поделить на 2 в пэтой Что? Да, тут из всего интервала, действительно То есть у меня n поделить на 2 в пэтой Это количество вершин ранга Верхняя оценка на количество вершин ранга П А у меня вообще-то целый интервал И в нем-то вершин может быть и больше Но в действительности Давайте вспомним, что в нем вершины С рангом Начиная от П плюс 1 Таким образом, вот это вот Это будет количество вершин ранга П Ну, верхняя оценка Количество вершин ранга П Ранга П плюс 1 Ну, давайте прибавим к нему количество вершин ранга Там П плюс 2 Оно вот такое вот будет Это для П плюс 2 Ну и так далее Мы можем до бесконечности там это прибавлять Понятно, что все это будет Меньше либо равно, чем n поделить на 2 в пэтой То есть всего вершин Вообще вот такого вот ранга Хотя бы П плюс 1 Их уж никак не больше, чем n поделить на 2 в пэтой Вот, вот после этого Уже надо сказать, что Тогда общий вклад всех вершин с рангом Из вот этого вот отрезка Он никак не больше, чем n поделить на 2 в пэтой Ну и умножить на 2 в пэтой То есть не больше, чем n Ну осталось понять теперь Откуда вылезает еще логарифм итерированный Что? Ну да, именно так То есть теперь вспомнив про то, что интервалов у нас не один А логарифм со звездочкой Мы получаем вот эту самую оценку n на логарифм со звездочкой Вроде бы все Давайте я Чтобы Вот вам квадратик Задайте какой-нибудь вопрос, пожалуйста Такое ощущение у меня, что я, кстати, писал Там какие-то 5 свойств в прошлый раз Или 4 И как будто я воспользовался не всеми Или воспользовался не явно Может быть вы мне напомните, какие были свойства Я попробую сказать, где мы их использовали тогда Так, сейчас, извините, пожалуйста Значит, ранг фиксируется, когда Она не корень Этим я Это я объяснил, да, почему Вот это вот Да Да Ну да, ладно, тогда Я спокоен Но спросите все-таки, пожалуйста, что-нибудь В каком смысле? Нет, не очень понял Свойствами алгоритма только при оценке А, логарифма итерированного Ну как-то получается, что пользовались и вот здесь, и вот здесь Да, ну мы пользовались тем Какое количество отрезков здесь Значит, это действительно не единственный способ разбить на отрезки Ну понятно, что вот как-то здесь у нас сыграла роль, да, какие именно отрезки Действительно не так обязательно было разбивать на такие, но все-таки не любую функцию мы могли бы поставить То есть можно было бы попытаться, наверное, просто порезать на какие-то отрезки Но что тогда здесь было бы Здесь вместо логарифма итерированного вылезло бы количество отрезков, да А здесь Что у нас бы появилось? Здесь нас интересовала бы длина вот этого отрезка Ну, это вот эти два в пэтой были бы Ну да, потом все домножилось бы на количество отрезков, да, потому что Ну, количество отрезков такое Ну да, здесь, видимо, вместо два в пэтой стояло бы вот отсюда просто Минимальное число вот отсюда, да, то есть начало отрезка Ну, наверное, можно было бы и какие-то другие, да, подобрать отрезки И тоже какая-то разумная оценка бы получилась Подозреваю, что здесь просто отрезки подобраны так оптимально, чтобы как можно более маленькая оценка получилась Ну, то есть, в смысле, я очень-очень-очень сомневаюсь, что вот просто в этом анализе Можно порезать интервал от одного до n по-другому так, чтобы получилось меньше То есть, помните, я говорил уже, что вообще-то можно доказать даже более сильный результат Про обратную функцию Акермана Но он, насколько я понимаю, сложнее доказывается гораздо Так, еще вопросы Если нет вопросов, то у меня сейчас будет один вопрос То есть, вообще, на этом сейчас мы закончим жадные алгоритмы, наконец Нет, и вам ведь Михаил Эдуардович рассказал алгоритм Прима, да? Вот сейчас игра будет такая Я сейчас напишу А вам Михаил Эдуардович писал псевдокод алгоритма? Писал? Нет Нет Что-то вы путаетесь в показаниях Я не писал Не писал Ну, вот я вам сейчас напишу тогда Ну, во-первых, вы помните, что он очень похож на dx, да? То есть, похож до того, что у них, в общем, одно и то же время работы Там, в зависимости от реализации очереди с приоритетами И разница там только в том, что вот эти вот приоритеты, которые используются в dx, это наши текущие найденные пути от вершины s до этих вершин, да? А в алгоритме Прима приоритет каждой вершины – это просто кратчайшее ребро найденное, которое торчит в нее из множества наших известных вершин Давайте напишу Давайте будем считать, что алгоритм у меня берет вершину, берет граф G Но не только, а берет еще и вершину s, которую мы будем рассматривать как корень, из которого он будет строить это дерево Не так и обязательно было ее передавать, алгоритм может сам любую вызвать, но вот пусть будет так Тогда давайте сделаем вот что Мы сначала для всех вершин мы зададим их приоритеты, ну или стоимости равными бесконечности И также заведем этот массивчик Prev, в которой напишем какие-нибудь неопределенности изначально Ну то есть в массиве Prev в итоге должно оказаться дерево Дальше давайте в вершине s приоритет сделаем равным нулю Дальше сделаем очередь В которую положим все вершины Опс, я cost и приоритет назвал Ну пусть будет cost Так, ну теперь занимаемся следующим Теперь пока в очереди хотя бы что-то есть А, не for Пока размер очереди не ноль Делаем следующее Достаем оттуда текущую вершину Это u И смотрим на ребра, которые из нее торчат Смотрим на ребра, которые из нее торчат И для всех вершин мы делаем следующее Что если приоритет вот этой текущей вершины Он меньше, ой, он больше, чем вес вот этого обнаруженного ребра В вершину v, то мы что делаем? Мы делаем такой приоритет этой вершине Ну, говорим, что предыдущая вершина на пути v теперь Ну не на пути v, а это u И говорим, сообщаем очереди Что у нее уменьшился приоритет В элементе v Во Разумно? Так вот, обещанный вопрос к вам Найдите ошибку То есть вы можете немножко поискать После этого, если хотите, я вам докажу корректность этого алгоритма Я пока себе подготовлю место Нет ошибки? Нет ошибки? Ну это, по крайней мере, на dxtra ведь очень похоже Очень при очень, да? То есть все то же самое Единственное, где dxtra отличается Это Вот в этих вот двух строчках Вот в этих двух Там Там у нас стоимость вершины Это кратчайший найденный в нее путь Ну, то есть текущая верхняя оценка на кратчайший путь в нее И мы говорим, если там Ну там у нас этот массив dist, да, назывался Мы говорили Мы говорили В dxtra было написано Что если dist От v Больше, чем Чем dist от u Плюс вес этого ребра Ну тогда, соответственно, поменять Вот вся разница более-менее была Ну давайте я сейчас вас попробую убедить в том, что это все-таки правильно написано А вы А вы Попробуйте Почувствовать, в какой момент я буду говорить неуверенно Итак, чем занимается алгоритм Prima Он занимается вот чем примерно Он, как и алгоритм Dijkstra Последовательно расширяет множество Ну, последовательно расширяет, в общем-то, дерево, да Последовательно строит Минимально остовное дерево То есть в каждый момент у него есть кусок Помните, алгоритм Крускала Выглядел примерно вот так Он Изначально вот у него было N вершин То есть множество ребер вообще было пустое И постепенно он что-то такое там добавлял В итоге у него получалось вот такое дерево Ну, то есть это визуально можно запомнить, как он работает Алгоритм Prima действует чуть иначе У него в каждый момент есть ровно одно дерево А все остальные, они пустые То есть он, если вот он сейчас соединил вот эти две вершины первым ходом То следующим ходом ему обязательно надо что-то сюда присоединить Он не может вот эти две соединить Поэтому он строит вот так его последовательно Там получится что-то такое Ну и вот дальше что-то такое То есть нетривиальная компонента связности всегда одна Ну давайте объясняю, почему тогда алгоритм Prima Который вон там вот у меня написан Почему он написан правильно Ну вот изначально у нас есть множество тех вершин Множество тех вершин, которые входят в эту компоненту нетривиальную Да, с куском дерева, ну вот оно одно Дальше мы последовательно начинаем его расширять Что-то добавили, еще что-то добавили Вот еще что-то, еще что-то и еще что-то Итак, вот допустим это наше множество И есть еще весь оставшийся граф Вот там все остальные вершины Вот это на самом деле это те вершины, которые мы достали из очереди уже Про них мы, то есть мы там когда доставали из очереди Ну все, значит вершина у нее установлен преф уже С ней все хорошо И мы Нам теперь надо понять, какую вершину добавить следующую к множеству Но у нас есть вот это замечательное свойство разреза Которое говорит, что добавить Чтобы понять, какую вершину добавить Надо посмотреть просто, какие ребра торчат вот отсюда туда Вот есть какие-то такое ребро, такое, там такое, такое Выбрать из них минимальное, например вот это И добавить, да, его Все разумно Ну хорошо, значит каждый раз перебирать эти ребра мы не хотим Поэтому мы и завели на самом деле очередь с приоритетами И занимаемся мы следующим Ну вот допустим Мы по каким-то причинам Откуда-то мы уже знаем, что вот это вот Самое легкое такое ребро Что это означает? Что к множеству вот этому нашему известных Ну вот к нашему куску дерева Надо добавить вот эту вершину После того, как мы добавим эту вершину У меня должен расшириться вот это вот Вот это множество вершин, да Ну вот я его расширю Вот так вот просто А что еще надо обновить? Ну понятно, надо теперь вообще-то обновить Те ребра, которые торчат из этой вершины Ну вот это-то мы здесь вот и делаем на самом деле Мы вытаскивая вершины из очереди Мы как бы добавляем ее вот в левый кусок А когда мы ее добавляем Мы хотим посмотреть, что из нее торчит наружу Ну и соответственно вот этим вот вершинам Присвоить там соответствующие косты То есть если здесь нашлось какое-то легкое ребро То мы вот у этой вершины кост Ну либо установим, либо уменьшим там еще Вроде бы все разумно, да, делает? Ну в чем же подвох все-таки? Что? Что? В смысле из S Ну не совсем не из добавленного ребра Из добавленной вершины скорее Почему? Ну вот смотрите Изначально мы создали очередь с приоритетами Из всех вершин У всех приоритет и бесконечность А у S приоритет ноль Вот здесь вот мы вытащим S из очереди На первой итерации И образуется наше одноэлементное множество И мы посмотрим на все ребра, которые из нее торчат И выберем И на следующем шаге выберем вершину Которая соединяет Соединяя S с ребром минимального веса Еще гипотезы какие-нибудь Ну да, в этом и есть косяк На самом деле действительно Значит мы здесь никак Мы здесь никак не проверяем действительно Вот это вот ребро, которое у нас из вершины U Куда-то торчит Оно вот из нашего этого множества торчит Или внутрь И вот здесь вот действительно это полезно было бы проверять И давайте я вам приведу пример Того, где То есть где это просто ну ломает все Вот представьте, что Ну заодно можем отладиться Вот вершина S Вот вершина A Вот вершина B Пусть вот такой вот простенький граф Здесь вес 10 Здесь вес 1 Ну что произойдет Мы сначала в очереди У нас будут лежать S, A и B Давайте Вы сейчас не переписывайте Я наверное буду стирать что-то Ну вот Все, мне не придумать, как это хорошо писать Так, давайте вот как Вот стоимости наших вершин Ну или приоритеты А вот что в массиве PREV находится Вот вершины S, A и B Итак, стоимости у них изначально такие 0, бесконечность, бесконечность А здесь везде неопределенности Дальше алгоритм начинает следующим образом работать В очереди у нас сейчас находятся все вершины Он достает вершину S И начинает перебирать ребра, которые из нее торчат При этом Находит ребро S, A И в вершине A устанавливает стоимость 10 А предыдущего пишет как S Ну вот, отлично Теперь в очереди остались вершины A и B Достаем вершину A оттуда Потому что у A приоритет 10 А у этой бесконечность, да? Достаем вершину A Ну, перебрали сначала ребро S, A Но как бы у вершины S приоритет 0 Поэтому ничего менять не надо И вершину Дальше ребро A, B Перебрали Ну, рассмотрели И поняли, что сюда можно написать единичку Сюда A Так, ну, отгадывайте, что дальше произойдет Обновим, да Вот сейчас мы достанем Мы достанем теперь вершину B И начав перебирать ее Ребра, торчащие из нее Мы увидим ребро B И получится у нас что-то такое Мы сюда запишем тогда Приоритет единица А сюда предшественникам напишем B То, что у нас получится, соответственно, это Ну и все И на этом алгоритм Закончить работу И это, как вы видите, задает нам не дерево совсем Это задает какую-то Ну, это задает, так скажем, N-1 ребро Минимального веса Ну, что-то типа там Покрытия какого-то графа То есть Получится вот такая вот штука у нас Вот, как вы видите, это не дерево совсем Вот, почему Я это все Рассказываю вам здесь Итак, чтобы это вылечить Вот здесь Надо вообще еще проверить Давайте черным это Напишу, чтобы Потому что красным я написал То, что к дейкстере относятся Вот здесь Надо проверить И В В все еще лежит в очереди То есть В Это те вершины, которые справа Наоборот Так как раз опасно делать Тут Ну, так нам придется проверять каждый раз Мы будем бежать по очереди И смотреть Связаны там ребро Связана вершина У вот с этой вершиной или нет И, соответственно, как бы Если граф разреженный у нас То есть, допустим, есть граф В котором миллион вершин Но каждая из которых соединена Там всего с пятью вершинами Например То это как-то будет обидно Бежать и со всем миллионом проверяться Вот, ну, на самом деле Вот эту вот Вот эту проверку Довольно легко организовать Все-таки Ну, можно там непосредственно В очередь слазить Посмотреть Есть там или нет Хотя, кстати Нет, наверное, лучше даже так И не пытаться делать Лучше просто булев массивчик Завести какой-нибудь Ну, или у каждой вершины Флажок завести То есть, она все еще в очереди Или уже не в очереди И понятно, что вот Когда делаем экстракт мин Да, надо его перезаписывать Не, если он бесконечность То она, конечно, в очереди Но если он не бесконечность Она все равно все еще может быть в очереди Так вот Как бы Почему я здесь Сакцентировал на этом внимание Потому что В учебнике, по которому мы с вами Идем Вот этого вот Вот этого свойства нету То есть не написано Там Странная какая-то опечатка При том, что То есть я подумал, может быть Что сначала и не опечатка И я попался Я сам в тот момент Когда сказали Ну, понятно же, что это Дейкстра Вот Ну, значит, там все как в Дейкстре В Дейкстре такой проверки нету И там это оправдано Потому что Потому что там ничего плохого не случится От того, что мы там обратно Еще попытаемся проапдейтить В нашем множестве Потому что там мы вершины обрабатываем Вот в порядке их отдаления от S Поэтому мы ничего не сломаем Ну и вот И, в общем, я Рассказывая Студентам в Академическом университете То же самое Я написал сначала без этого условия И как-то что-то подумал Про себя, что что-то странно Вроде бы как-то Спросил студентов, есть ли вопросы А сам в этот момент тоже думал дальше Что же происходит А потом подумал Ну нет, ладно, это же Дейкстра В общем, а там такой проверки нету Значит и здесь Потом Подумав еще, понял, что все-таки Все-таки нужна она Вот Может быть там неявно В общем, будьте осторожны Когда будете читать Этот псевдокод, если будете Может быть там неявно предполагается Что да, после того, как мы там вершину Достаем из очереди Мы для нее уже ничего апдейтить не будем Ну вот Заходить Но все равно это как-то странно Вот Так, тема следующая Которой мы перейдем То есть по книжке мы вернемся чуть назад Ко второй главе Которая называется Числовые алгоритмы План у нас примерно такой Мы сейчас с вами научимся умножать и делить числа И складывать Потом мы это научимся делать по модулю Потом Мы научимся Проверять числа на простоту Потом Завершим мы все это Разбором того, как работает Такой протокол Криптографический RSA Про который, наверное, многие из вас уже что-нибудь слышали Вот Что? Ну, об этом мы не узнаем, на самом деле Почти ничего Кроме того, что эта задача очень сложная Да То есть Ну, это забегание вперед немножечко Но Идея Ну, давайте я просто скажу Что это Вот представьте Что я Давайте какое-нибудь число я напишу Ну, вот, например, такое Число там длины Примерно 20-30 Ну, соответственно, это там Примерно 2 Ну, в 30-й Скажем Я не посчитал, пока записывал Сколько тут Ну, вот, как бы вы стали проверять, простое оно или нет Как вообще вам кажется, оно простое? С маленькой вероятностью, почему? На самом деле Кстати, простых чисел не так и мало А кто знает, сколько простых чисел? Что? Ну, да Порядок роста количества простых чисел Это n поделить на лог n Это не так и мало В действительности Ну, то есть Мы n делим всего-то лишь на лог n То есть Что? Я не знаю, на самом деле То есть я не могу сказать Но давайте просто подумаем А как бы вы пытались проверить Простое оно или нет? Алгоритм кого? А Ну, да, примерно так До этого мы дойдем Но На самом деле Ну, более того Даже умеют Вот тот алгоритм, который вы сказали Ну, он не Эйлера, правда Он там основан на На теореме Ну, фирма даже, на самом деле И это такой вероятностный тест То есть действительно Возьмем там случайное основание Возведем в него Вот наше число Ну, его возведем В степень нашего числа Минус 1 И проверим Это сравнимо с единицей По модулю п или нет Если нет, то точно непростое Если Если да Ну, возьмем еще одно основание Случайное какое-нибудь Вот Если число непростое То, скорее всего Мы все-таки наткнемся Ну С некоторыми исключениями Это такая немножечко Удивительная штука У нас получится То есть мы можем Итак, мы можем быстро В действительности проверить Простое оно или нет В то же время Мы не умеем быстро Раскладывать числа на множители То есть мы можем быстро Сказать Да, это число непростое То есть у него есть делители Но это не означает Что мы эти делители Можем выдать Вот На самом деле Вот на этой как раз Игре между двумя Вот этими задачами Что проверка на простоту Делается Быстро А Находить сами делители числа Никто быстро не умеет На этом Криптосистема РСА и построена То есть мы сейчас Постепенно будем К ней выходить Ну и это действительно То есть она Используется довольно часто У нее есть Всякие уязвимости Но все равно Это такая классическая система Вот ее мы и изучим Да Что я понимаю Все-таки под Под Быстротой То Да Вот мы Через n Все время В нашей лекции Будем обозначать Длину числа То есть Вот количество бит Здесь это n Под быстрым алгоритмом Я понимаю То что работает Полиномиальное время От n Смотрите Если вы просто Честно Начнете Делить Вот это число На все возможные Потенциальные делители То работать Вы будете Ну примерно 2 в n Это можно Капельку Там Как-то Сделать Поменьше Ну есть конечно Более умные Способы Ну кстати Вот скажите Это такой Часто мы этот вопрос Задаем Вот вам Дано число Какое-то И вы хотите Проверить Найти его Делители Вы начинаете Перебирать Его делители Все Ну вот Пусть вам дано Число x И вы тогда можете Так Делитель найти Вы перебираете Ну да ладно Уже сказано Да Ну что можно было бы Делать Перебирать Например До x пополам И говорить Что если x Делиться На и Ну тогда Напечатать Число И Ну вот Действительно Первое Что можно Заметить Это то Что Перебирать Здесь Достаточно Не до x Пополам Ну то есть Самое Наивное Было бы Написать До x Вообще Потом Если подумать Немножко То можно Понять Что У числа Делителей Больше Чем x Пополам Быть не Может Потому что Ну минимальный Вообще Делитель Который Не единица У числа Это двойка Соответственно Тогда Соответствующий Будет x Пополам Вообще Можно Здесь До корня Из x Написать Но это Следует Из того Что Если Мы число Представили В виде Произведения Двух чисел То хотя бы Одно из них Не больше Чем корень Из x Ну Более Менее Понятно Но тем Менее Не сразу Эта идея Приходит Вот Ну давайте Давайте Разбираться Значит Сначала Мы начнем Со всем Простой Штуки Это Давайте Я даже Ну да Ладно Сложение Итак Вы хотите Посчитать x плюс y Где x и y К вам даны В бинарной записи И n Это Максимальная Их длина Но Делается Это Точно так же Как И При При сложении Десятичных чисел А именно В столбик Вы просто Так Сейчас Напишу Еще что-нибудь Опять Поинтереснее Ну Вы идете Справа Налево И складываете Вот Сложили Две Единички Получили Нолик И Единичку Сюда Записали Единичка В уме Это называется Записали Сюда Опять Нолик Здесь Опять Единичка В уме Опять Нолик Единичка В уме Опять Нолик Ну В общем Однообразно Да Получилось Но Могла бы И не Получиться Где-нибудь Единичка В уме Если бы Я чуть Другой Пример Нарисовал В общем Не буду Я вас Спрашивать Сколько Это Работает Понятно Что У Атен И В то же Время Понятно Что Быстрее Чем У Атен Два Числа Сложить Нельзя Потому Что Время У Атен Нам Понадобится Хотя На то Чтобы Их Считать Да Смотрите Я здесь Вообще Какую-то Банальную Задачу Рассматриваю Сложение Двух Чисел Ну Понятно Что Интересует Она Меня Для Длинных Чисел То есть Которые Вы не Можете Сложить Ну Просто Какую-то Там Инструкцию Процессору То есть Меня Интересует Асимптотика Вот Этого Сложения Когда Числа Довольно Длинные И в Машинное Слово Не Помещаются Ну Мы с вами Одну Такую Задачу Уже Проходили Да Умножение Тоже Может быть Вас Могло бы Удивить Почему Это Мы Такую Банальность Как Умножение Рассматриваем Так вот Это Самое Умножение Мы С вами Уже Знаем Помните Мы Начали Это В Теме Разделяя Властвуй Мы Сделали Вот Что Мы Сказали Что Вот Таким Несложным Рекурсивным Алгоритмом Который Разбивает Числа Пополам И потом Перемножает Можно За n Квадрат Их Перемножить И дальше Мы сказали А теперь Если Вот Чуть Похитрее Перемножать Эти половинки То можно Получить Алгоритм Карацубы Который Работает Вот такое Вот время На самом Деле Есть Такие Нетривиальные Алгоритмы Которые Перемножают Числа Еще Быстрее То есть Почти Даже Залинейное Время Но все Таки Не совсем Залинейное Это алгоритм Шанхаги Штрассена Он Основан На Быстром Преобразовании Фурье И работает Он Н На Лог Н На Лог Лог Н И Довольно Давно Он был Придуман А вот Недавно Ну По крайней мере Анонсировано Было его Улучшение Ну И Видимо Такое Есть По-моему Там Н На Лог Н На Лог Со Звездочкой Н То есть Так Подбираются К линейному Но Пока Пока Все Таки Не Линейное Меня Здесь Да Быстрое Преобразование Фурье Мы с вами Возможно Пройдем Если Будет Время И А может И не Пройдем Но В книжке Тогда Прочитаете Все В той же Давайте Я Сейчас Еще Один Квадратичный Алгоритм Напишу Скорее Так Для того Чтобы Потом Нам Проще Было Написать Алгоритм Который Будет Делить Числа Итак Пусть Алгоритм У нас Есть Мультиплай От x y Алгоритм Будет Рекурсивный У нас И Делать Он Будет Следующее Ну Давайте Так Если x Равен Единице То Надо Просто y Вернуть В противном Случае Мы сделаем Вот что Мы сначала Посчитаем Произведение Y На x Пополам Ну На x Пополам Округленный Вниз То есть Если x Нечетное Ну В общем Понятно Мы просто Отбрасываем Отбрасываем Один Бит Вот Ну Скажите мне Теперь Что Нужно Правильно Я здесь Ну Вроде бы Да Если x Делится На 2 То что Нам Нужно Вернуть Ну Как Как Из Это Теперь Получить То Что Нам Нужно Что Так Кто Нибудь Что Так Умножить Вот здесь Вот Если x Делится На 2 То что Ну да Сдвиг Ну Давайте Я это Напишу Вот так Вот Я же Не стал Здесь Писать Что это Откусывание Какого-то Бита Я просто Написал Поэтому Вот здесь Напишем 2z А вот здесь Вот Не совсем Нет 2z Плюс что Плюс что Плюс у Да Ну Сейчас Давайте Напишем Просто Если x Если x Нечетное Тогда В смысле Если x Не делится На 2 То x Равен 2 умножить На x пополам Плюс 1 Ну Соответственно x умножить На y Равняется 2 умножить На x пополам Плюс y О Ну 2 В смысле y на x пополам Плюс y Это я просто Эту строчку Домножил На y Но Вот это Вот z Ну и вот Еще y Отсюда Вылезает Ну действительно Вот эти Вот операции Поделить Бинарное число На 2 И умножить На 2 Это простая Операция Да Это сдвиг Там и Откидывание Последнего Бита Ну соответственно Все что Здесь происходит Кроме Рекурсивного Вызова Оно Очевидно Залинейное Время Делается А глубина Рекурсии Здесь Не больше Чем n Ну потому что x все время укорачивается Хотя бы на 1 бит Поэтому работает Это все От n в квадрате Понятно Да Ну то есть Очередной Квадратичный Алгоритм Ну давайте Теперь похожим Образом Напишем Деление Да Делить мы будем Работаем мы Конечно С целыми Числами Поэтому мы будем Делить с остатком Именно Мы хотим x Представить Как q умножить На y Плюс r Где r Строго Меньше Чем y Кстати Наверное Сейчас Я подумаю Наверное Здесь тоже Можно Сейчас Для Однообразия Просто Можем Написать Наверное Вот так Вот Спускаться До такой Да Ну то есть Конец рекурсии Сделать Вот таким Вот Кажется Мне сейчас Тоже Такое Будет Удобнее Ну Делать Примерно Так же Будем Если x равен Нулю Тогда Вернем Нам Два Числа Надо Вернуть Ноль Так Нет Что-то Я не То Делаю Или Мы Y Будем Или Мне Y Удобнее Сейчас Я Соображу То есть Мы Ноль Делим На Что-то Да Мы Получим Ноль И Ноль Да Y Кстати Действительно В любом Случае Полезно Проверить На Ноль Тогда Давайте Просто Там Вывалимся Вообще Потому Что На Ноль Делить Нехорошо Так Сейчас Я Соображу Так Ладно Давайте Конец Рекурс Я чуть Позже Допишу Когда Подумаю Сейчас Я Правда Еще Соображу Что Мне На Что Хочется То есть Как Мне Хочется Рекурс Организовать Давайте Q И R Получится Рекурсивным Вызовом Чего На Что Ну да Хочется Мне Наверное Опять Х Пополам Поделить На Y Соответственно Х У меня В какой-то Момент Дойдет До Ну до Нуля Видимо Да Но Давайте Потом Проверим Ерунду Я Написал Не ерунду Так Правда Ведь Да Что Если Делить Число На 2 Все Время И округлять Вниз То До Нуля Мы Дойдем Это Мне Не Кажется Тогда Это Здорово Ну Давайте Теперь Вы скажите Что Надо Сделать Итак Х Пополам Мы Поделили На Y Давайте Я Где-нибудь На Соседней Доске Напишу Что У нас Есть Что Это Значит Это Значит Что Х Пополам Округленный Вниз Равен Q Умножить На Y Плюс R Да Ну Как Мы Помним Х Получается Из Х Пополам Домножением На Двойку И Может Быть Еще Прибавлением Единички Соответственно Ну То есть Если Х Делится На 2 Тогда Х Равен Равен 2 Q Y Плюс 2R Если Х Не Делится На 2 То Х Равняется 2 Q Y Y Плюс 2R Плюс 1 Ну Давайте Если Х Не делится На 2 Тогда Мы Просто К R Прибавим Сразу 1 1 1 1 Чего-чего-чего? Ой, согласен. Давайте, правда, давайте сначала, в смысле, да, q равняется 2q, r равняется 2r. Если x не делится на 2, то r прибавим единичку. Ну да, вот я собирался сейчас вопрос задать. Действительно, после того, как мы… Ну то есть вот видно, что у нас вот это вот как будто бы теперь частное, а вот это вот остаток. Но после домножения на двойку эта штука могла перестать быть остатком, то есть могла вылезти за y. Соответственно, то, что нам надо сделать, это проверить. Если вдруг текущий r, он оказался больше, чем… Больше либо равен даже, чем y, тогда что надо сделать? Что? Вычесть из него y, и что еще сделать? Что? И увеличить q, да, q равняется q плюс 1. Ну и все, и там внизу надо, наконец, вернуть эти qr. Вот. Соответственно. Ну да, все доделали. Значит, время работы этой штуки. Это к вам вопрос, в смысле. О, спасибо. О, спасибо. В каждом из них мы. Так, задам наводящий вопрос. Чем это принципиально отличается от мультиплая? Так, и значит? Значит квадрат, да. Ну давайте поймем, что ничем действительно. Ну в смысле мы опять х уменьшаем в два раза все время. Итого, глубина рекурсии никак не больше, чем n. Потому что длина х не больше, чем n. То есть мы каждый раз от х отгрызаем один бит, но не больше, чем n раз мы сможем отгрызть что-то. Все остальное, что мы делаем, оно уж точно делается за у от n. Ну почему? Вот здесь просто сравнение с нулем. Справимся, да, за у от n. Здесь тоже это рекурсивный вызов. Домножение на двойки тоже справимся. Ну это сдвиг просто. И здесь справимся. Здесь надо проверить, делится на два или нет. Но это вообще просто на последний бит посмотреть. Прибавить единичку тоже. Кто же за у от n сделаем? Сравнение тоже за линейное время делается. Вычитание и прибавление, но тоже за линейное время. Понятно, да? Так, теперь, ну вот, в общем, мы с вами научились складывать и умножать, да, и делить числа. Давайте теперь научимся все то же самое делать по модулю. У нас теперь появится, то есть, работать по модулю вполне себе естественная вообще штука. Потому что, когда вы там умножаете много чисел, у вас вообще-то может что-то совсем большое получиться. Ну и возникает естественное желание какую-то там большую часть от этого откинуть, да, и смотреть только на существенную. Ну вот, как примеры таких штук. То есть, мы не пытаемся там дни с вами нумеровать от 1 до 365, да, и спрашивать, а какой сегодня день в году, и отвечать друг другу. Ну вот, 198-й. У нас разумно придумано 7 дней. Ну, то есть, вот такой цикл состоит. То же самое с часами. Ну и много таких применений найдет. Просто, может быть, такая аналогия вам поможет понимать. Вот такая запись. Понятно всем, что это означает? Если вы не встречали такого, скажите, пожалуйста, потому что вообще-то, ну, не обязаны были. Мало ли, у вас не было там курса алгебры. Значит, то же самое я буду иногда, может быть, писать более коротко вот так вот. Х сравним с R по модулю M. Что мы хотим научиться сейчас делать? Хотим, да, у нас теперь кроме двух чисел x и y у нас будет еще число M. И давайте будем считать, что x и y это уже остатки по модулю M. И M это у нас будет теперь не максимальная из длин x и y, а N теперь у нас будет просто длиной M. И оценивать мы будем все в терминах M. Итак, нам даны x и y, и мы хотим по ним посчитать вот такое вот число x плюс y по модулю M. Ну, как вы думаете, за сколько это можно сделать? За линейное время, да, потому что, ну, мы просто сложим, и если надо, то вычтем, да. То есть мы сложим x и y, получится уж никак не больше, чем там 2M минус 2, например. Но может случайно получиться больше, чем M. Поэтому если получилось больше, чем M, тогда нам надо вычесть просто M из полученного. Тогда уже точно будет число меньше, чем M, ну, и это и будет нашим остатком. Поэтому сложение ровно так же, да, делается. Давайте умножение теперь поймем, за сколько мы можем просто сделать. За N квадрат, а почему? Ну, да, вот прямо так все банально. То есть за N квадрат делается легко. Мы сначала перемножили x и y. Да, в этот момент стоит заметить, может быть, еще, что вот мы перемножили. Число, которое получилось, оно длины максимум 2N, может быть. То есть если вы перемножили два числа, каждое по N битов, то произведение будет не больше, чем 2N битов. После этого надо поделить, да, на M просто с остатком. Ну, и вот это вот число R, это и будет нашим остатком. И деление, и умножение делается за квадратичное время, а длины, поэтому за N квадрат мы справимся. С этим к делению нам надо будет чуть подготовиться еще. Ну, давайте немножечко и подготовимся. Временно забудем про наш этот самый модуль, по которому мы будем все брать, и рассмотрим вот… А, давайте я, кстати, там буду писать. Это ведь не нужно уже. Здравствуйте, Михаил Эдуардович. Сейчас я сформулирую одну простенькую штуку, и… Вариант сейчас, давайте. То есть я… Так. Ну, это такое. Вот как говорил Александр Шень, в какой-то момент они кого-то спросили, то есть Верещагин кого-то спросил, вы верите, что P не равно NP? А Шень сказал, ну, нельзя такие личные вопросы задавать. То есть почему я верю, что P не равно NP? Ну, кажется почему-то так, не знаю. Но мы до этого дойдем еще, может быть. И я попробую сказать даже, почему все-таки большинство верят, что это так. Если дойдем, ну, не дойдем, ну, опять же, откуда-нибудь вы узнаете это когда-нибудь. Давайте я просто сформулирую простенькое правило, которое там еще Евклидом было получено, которое позволит нам находить нот. А перед тем, как… Да, блин, я не сказал, что мы собираемся делать-то. Мы хотим найти наибольший общий делитель двух чисел. Наибольший общий делитель двух чисел – это максимальное число, которое делит и первое число, и второе. На самом деле, если ищется, он довольно просто. И помните, я сказал, что раскладывать числа на множители – совсем непростая задача. Поэтому взять два числа, каждое из них разложить на множители, а потом поискать там общие – это не вариант совсем. Ну, то есть вы можете взять какое-нибудь пятизначное число, там вот такое вот, и число, не знаю, там какое-нибудь такое, и попробовать вот поискать у них, попробовать их пораскладывать. Ну, что произойдет? Вот вы поделите, наверное, число, не знаю, ну вот там… Возможно, если вы поделите вот это число на два, ну, то есть точно, да, у вас получится уже что-то нечетное, и про это что-то уже будет непонятно вообще, у него есть делитель это или нет, или оно простое. То есть вам придется перебирать, это неприятно. Делается на самом деле все проще. Есть вот такая вот лемма, давайте я ее напишу, что наибольший общий делитель двух чисел равен наибольшему общему делителю двух вот таких чисел. мы можем взять x по модулю y и y. Давайте вот как. Либо Михаил Эдуардович там вам ее докажет, да, либо можно оставить в качестве домашнего задания, вы попробуете сами. Ну, а в следующий раз, либо я еще раз напомню, доказывается, потому что просто, либо просто продолжим. Ну, смотрите, когда такое приятное правило есть уже, то все легче, да, становится. Все, что вам нужно будет сделать, это разделить вот это вот число на вот это. Ну, не все, но первый шаг будет такой. Вы разделите вот это с остатком на это число и возьмете только остаток. Остаток будет уже точно меньше, чем 756. То есть у вас останутся какие-то числа, ну, допустим, тут там 534 какой-нибудь получится, а здесь 756. По-прежнему не очень приятно, но вы можете тем же трюком воспользоваться. Взять 756 по модулю 534. Вот, останется опять что-то, ну и так далее. Когда вы дойдете, когда одно из чисел станет нулем, то второе число будет наибольшим общим делителем. Вот, подробности на следующей неделе этого всего. Все, на этом.